МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...достигнутых договоренностей, подписанных соглашений, запущенных новых инициатив, числу проведенных мероприятий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне торжественно встречали президента Владимира Путина в резиденции Куксарои. Весь церемониал подчеркивал значимость момента. Национальные флаги двух стран, почетный караун, прозвучавшие государственные гимны Узбекистана и России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча президента в узком формате позволила рассмотреть вопросы дальнейшего развития и углубления двухсторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, инновации, миграции, безопасности и других. Обозначено направление по развитию разнопланового культурно-гуманитарного обмена. Сверены часы по вопросам региональной и международной повестки. А переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран позволили предметно обсудить конкретные направления партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Новые проекты и программы. Да, налицо устойчивая динамика взаимного товарооборота. За последние семь лет он увеличился в два с половиной раза. Но, уверены президенты, это не предел. Стороны договорились о новом целевом ориентире. Выйти на объемы торговли в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Для содействия в достижении этой задачи будет запущено полноценное торговое представительство Узбекистана в России. К нынешнему саммиту были проработаны новые проекты промышленной кооперации в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающие отрасли в сельском хозяйстве, логистики, фармацептики, сфере искусственного интеллекта и многих других направлениях. Будут продолжены активные обмены сферах культуры и искусства, науки, здравоохранения, туризма, молодежи и спорта. Главы государств поручили принять дорожные карты по каждому направлению сотрудничества с механизмами реализации. По итогам состоявшихся плодотворных переговоров подписали президенты совместное заявление. Состоялась церемония обмена важными двухсторонними соглашениями. Их список более чем солидный. По расширению промышленной кооперации, увеличению объемов взаимной торговли, серых энергетики, транспортного машиностроения, индустрии гражданских авиационных систем, создание агрологистических центров и современного химического производства. В области метрологии, кинопроизводства, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, образования, здравоохранения, науки, культуры, туризма и других направлениях. Выступив с заявлениями для представителей СМИ, лидеры двух стран с большим удовлетворением отметили итоги переговоров, которые прошли в открытой, конструктивной и дружеской атмосфере. Особо подчеркнуто, что в рамках визита подписано соглашение по новым проектам на сумму более 20 миллиардов долларов. Президент Узбекистана объявил о скором запуске совместной инвестиционной платформы для продвижения кооперации. Главы государств отдельно остановились на наращивании стратегического взаимодействия в энергетической сфере. Подтверждена важность углубления диалога в рамках региональных и международных структур. Здесь же президент Секуксарой, президент Шавкат Мерзиёев и президент Владимир Путин посетили аллею почетных гостей. В знак прочной дружбы народов Узбекистана и России, укрепляющихся отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, главы государств вместе посадили дерево. Одно мероприятие в этот день следовало за другим. Так в рамках узбекско-российского саммита президенты посетили мемориальный комплекс Парк Победы в городе Ташкенте. Наши многонациональные народы бережно хранят память о многовековой общей истории и о ярких страницах, среди которых победа во Второй мировой войне. В ходе посещения этого адреса Шавкат Мерзиёев и Владимир Путин почтили память погибших воинов, возложив венки к подножию монумента о достойкости, подвигнутого в память о вдове Зульфея Закировой, потерявшей на войне пятерых сыновей. Ознакомились также лидеры стран с богатой экспозицией музея славы, отметили важность бережного отношения к общей памяти о героическом прошлом. Масштаб и величественность Парка Победы признавались члены представительной российской делегации, произвели на них огромное впечатление. Накануне под председательством президента Шавката Мерзиёева и президента Владимира Путина состоялось и первое заседание Совета регионов Узбекистана и России. Эта платформа, напомним, запущенная главами двух государств шесть лет назад, действовала в формате совместного форума межрегионального сотрудничества. С учетом опережающих темпов развития межрегионального взаимодействия, высокой динамики и роста взаимных инвестиций, количество совместных проектов, а также большого потенциала для расширения сфер сотрудничества, было решено повысить статус форума и трансформировать его в Совет регионов Узбекистана и России. Под председательством президентов. На его полях была отмечена значительная активизация с начала года контактов на всех уровнях, в том числе между регионами двух стран. С удовлетворением подчеркнуто, что в ходе переговоров на высшем уровне поставлены новые амбициозные цели, к примеру, по освоению до 10 миллиардов долларов инвестиций уже в следующем году. Поддержаны планы по созданию новых совместных индустриальных зон для продвижения проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России. Остановившись на важности развития инструментов поддержки и финансирования проектов регионов, главного нашего государства анонсировал создание совместной инвестиционной платформы. А президент Российской Федерации Владимир Путин, высоко оценив позитивные тенденции развития многоплавных отношений с нашей страной, подчеркнул важность укрепления имеющихся деловых контактов. В том числе между регионами России и Узбекистан. Призвал представителей деловых кругов еще более активно участвовать в реализации совместных проектов и инициатив. В рамках заседания Совета анонсировано и начало реализации ряда новых крупных инвестиционных проектов. В целом на его полях подписан солидный пакет документов межрегионального взаимодействия и соглашений по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. И так плодотворный узбекско-российский саммит завершился. В международном аэропорту Ташкента президента Владимира Путина проводил президент Шавкет Мерзиёй. Главы государства тепло попрощались друг с другом. Специальную передачу, посвященную этому знаковому событию в истории узбекско-российских отношений, вы увидите сегодня в вечернем эфире телерадиоканала «Узбекистан-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова